улыбнитесь кому-нибудь когда присаживаетесь и проверьте чтобы ваши телефоны были выключены пожалуйста то что я сейчас сделал это необходимое предупреждение в публичном месте люди старшего поколения родители или дедушки с бабушками могут быть более предусмотрительно к опасности гораздо больше чем молодежь и я понял для себя как отец и как дедушка что я стал больше предупреждать напоминать давать советы до моим детям хотя они уже выросли и мои внуки подросли во всяком случае они так думают и это не что-то необычное для моих дочерей или внуков если я спрашиваю если у вас фонарик в машине есть ли у вас фонарики в доме в каждой комнате а в этих фонариках батарейки свежие есть ли у вас аэрозоль для ремонта шины в машине в случае если вы едете ночью пробьете колесо для меня это ужас осознавать что моя дочь окажется ночью на дороге с пробитым колесом или запираешь ли ты машину когда идешь в магазин запираешь ли ты в машину когда оставляешь ее возле дома не оставляя свою сумочку в машине вообще ничего ценного не оставляя в машине забери свой ноутбук с собой не бегай по ночам не ходи ночью не выходи ночью 10 часов вечера достаточно поздно для каждого святого и еще соблюдай правила дорожного движения наш отец всегда говорил нам это когда мы отправлялись или возвращались из колледжа 80 км в час достаточная скорость не езди больше чем 80 км в час на улице может играть ребенок ты можешь поранить его и оказаться в тюрьме боже мой если у вас огнетушитель на кухне если у вас в машине все эти вопросы я постоянно и задаю хорошо ли освещен ваш дом а как как хорошо он освещен снаружи настолько настолько хорошо что все огни ослепит ваших соседей они должны да это то что отцы делают это что люди старшего поколения делают это то что дедушки делают потому что мы предупредительны к опасностям это то что пастора делают это то что лежит тяжелым грузом на сердце постари постоянно не только физическое спасение его паствы но больше духовное спасение потому что вокруг столько религиозных и духовных опасностях в церквях и многие молодые христиане даже не понимают и многие опытные верующие расслабились что они даже не понимают что сатана на самом деле ходит как рыкающий лев ища кого поглотить это то что я делаю это часть того что я делаю я предупреждаю людей постоянно иисус постоянно предупреждал людей павел предупреждал петр иуда все они постоянно предупреждали людей об опасности обмана в церкви это основная опасность которой мы сталкиваемся помните это началось с сатаной книги бытия с его разговора с евой он спросил ее что им бог сказал и она сказала что мы можем есть любого дерева в саду но не можем трогать плодов с дерева познания добра и зла и он сказал ей хорошо а он спросил и хорошо если вы следите эти плоды что случится она сказала мы умрем и сатана сказал я думаю вы ослышались наверное вы неправильно его поняли то что он сказал иными словами он назвал либо бога лжецом либо она неправильно поняла слова бога и он начал объяснять есть смысл слов бога ты не обязательно умрешь но в тот день когда ты вкусишь эти плоды ты станешь как он а бог не хочет чтобы кто-то мог составлять ему конкуренцию и он точно знал о чем говорит потому что бог никогда не будет делить ни с кем своей славы и поэтому в нашем мире и в современных церквях мы наблюдаем этот обман который говорит вы неправильно поняли писание раньше неправильно все истолковывали это выпадает из контекста это понятие как от иисус не имел в виду настоящий вечный ад теперь мы это пересмотрим или к примеру гомосексуализм вы все все неправильно понимаете иисус никогда не обвинял или павел никогда не обви не обвинял гомосексуальные отношения в любви только беспорядочные отношения в мире вы все неправильно поняли или неправильно истолковали и в библии есть ошибки и чем больше мы их изучаем тем больше мы находим что-то определенные слова не о том говорят а то что во времена короля джеймса думали в прошлое времена и мы должны быть очень осторожны они говорят когда мы трактуем писание в наше время нашему новому поколению подрастающему и так вы понимаете к чему я веду библия понятно всем поколением бог через святого духа говорил к людям божьим вкладывал им и они записывали то что выходило из уст и сердца бога это непогрешимая вечная и идеальная книга которую сам бог дал людям и который сам бог приготовил и все что вам надо знать о нем о его работе или о его слове там там в библии нам не надо никаких современных ученых этих экспертов греческого и еврейского языка объясняющих нам что иисус и все писания на самом деле имеют в виду я хочу чтобы вы знали когда вы читаете писание вы не читаете различных авторов размышления святые люди божьи были водимы духом святым при написании этих книг и все пророчества исходили из сердца бога там нет никаких погрежностей или ошибок в этой книге которая мы называем библией у нас есть разные переводы но все переводы сохраняют смысл оригинала чтобы нам проще было понять я хочу как можно лучше рассказать вам одну историю в это утро с моей точки зрения одна из самых странных историй в библии я изучал ее копался в ней и я понял что это довольно длинная история которая несет определенный смысл 3 книга царств 13 14 главы я не буду читать вам все главы только вкратце перескажу вам эту историю чтобы поняли смысл о предостережениях которыми хочу поделиться с вами сегодня вот что произошло и евро вам был злейшим царем и евро вам боялся что его брат заберет трон у него и евро вам сказал что если я пойду в назначенный срок в юрсалим на поклонение мой брат может восстать и забрать мой трон от меня поэтому я скажу вам что я сделаю я города дан и вифиль новым иерусалимом и богу это не понравилось и он сделал двух золотых тельцов и поставил их в этих городах и сказал людям эти тельцы вывели вас из египта я выберу подходящих людей они не будут левитами любой может быть в этом служении и я поставлю их служить людям проводить служение на этих ложных местах и поклоняться этим языческим богам библия говорит что был человек божий я хочу чтобы вы знали что этот человек упоминается в этих двух главах 15 раз мы не знаем даже его имени все что мы знаем это был человек божий этот человек божий пришел из иудеи в эфиль по слову божьему бог сказал этому человеку пойти в эфиль и когда он добрался туда он увидел что иерваам начал это языческое поклонение и он остановился и обвинил иерваама он сказал что этот жертвенник расколется и пепел от него рассеется и суд божий придет на это место и на этого человека когда иерваам услышал это он простер свою руку и приказал слугам арестовать этого человека и когда он это сделал его рука застыла простерты и он не смог согнуть ее тогда он сказал человеку божьему попроси своего бога исцелить мою руку и человек божий это сделал и рука иерваама была исцелена иерваам был очень впечатлен этим и сказал человеку божьему приди в мой дом и в мой дворец я хочу чтобы ты ел и пил со мной и я хочу дать тебе награду а человек божий сказал даже если бы ты дал мне пол царства я бы не пошел в твой дом и не стал бы есть с тобой потому что бог сказал мне не есть и не пить в этом месте и даже не возвращаться домой прежним путем и он ушел этот человек божий сел на осла и уехал в это время там присутствовали пару молодых людей они видели это и когда вернулись домой они рассказали своему отцу что там произошло а их отец был лже пророком и этот лже пророк спросил в какую сторону тот человек божий поехал они сказали в ту сторону он приказал снарядиться осла и поехал догонять того божьего человека и когда он его догнал тот сидел под деревом он спросил вот ты ли тот человек божий который то-то и то-то сделал он сказал да это я пойдем со мной и поешь хлеба у меня в гостях но человек божий сказал 16 стих тот сказал я не могу возвратиться с тобой пойти к тебе и не буду есть и пить хлеба у тебя и воды на 7 месте ибо словом господнем сказано мне не ешь хлеба и не пей там воды и не возвращайся той дорогой который ты пришел и лже пророк сказал 18 стих и сказал он ему и я пророк такой же как ты и ангел говорил мне словом господнем и сказал вороти его к себе домой пусть поест он хлеба и напьется воды то есть он солгал ему и 19 стих и тот воротился с ним поел хлеба в его доме напился воды на самом деле история этим не заканчивается позвольте мне сказать вам что произошло дальше когда человек божий покинул этот дом лев встретился ему на пути и убил его когда же лже пророк узнал об этом он нашел то место взял с собой тело и похоронил его в своей гробнице так в чем же смысл этой истории богатство и сила которая предлагал царь ничего не могла сделать с человеком божьим а лже пророк который сказал господь сказал говорил ко мне принес ему грех это опасность которая угрожает церкви сегодня это не мир который увлекает нас неправильными вещами или похотью это лже пророки это особо духовные люди которые выходят и имеют наглости говорить господь сказал мне сказать вам следующее или кто нибудь встает и уничижает пастора и говорит я такой же проповедник как и он ничем не хуже я читаю ту же библию что и он и у меня даже больше духовной власти чем у него и люди начинают слушать их люди даже начинают считать что им сказали что говорит господь но достаточно только сказать кому-то что я пророк между прочим как вы стали пророком кто-нибудь сказал кому-нибудь что он апостол я так устала от этого христианского телевидения от этих подписей апостол такой-то и такой-то кто сделал вас апостолом ты просто взял это звание потому что тебе оно нравится кто тебя пророком провозгласил это везде и всюду сегодня братья у нас полно лже пророков же апостолов лже пророчества на наших телевизионных каналах и в наших церквях и они лгут божьим людям они говорят вещи которые противоречат слову божьему они говорят то что сатана сказал бог не то имел в виду что ты читаешь и думаешь ты неправильно все понял позвольте мне сказать вам братья и сестры вы должны опасаться людей которые появляются неоткуда и говорят что бог послал их сюда я пророк господь говорил ко мне и сказал мне передать тебе то-то и не верьте этому я не верю этому я скептик в этом если вы говорите мне что вы пророк все что мне надо знать покажите мне подтверждение того что бы пророк если вы говорите мне чтобы особо духовно человека господь говорит к вам идите и скажите об этом кому-нибудь другому я слышу от Господа тоже. И знаете, я слышу Господа через эту книгу. Мне не надо каких-то сфокусированных на себе пророков или телеевангелистов, которые говорят мне, что Бог сказал. Я не этим живу. Я живу верой. Верой в эту книгу. Если вы продолжаете смотреть и ждать, пока кто-нибудь придет к вам и скажет вам слово, вы не укреплены в вере в Слово Божье. Это Слово живого Бога. И оно никогда не изменяется. И оно никогда не обманывает вас. Оно никогда не собьет вас с толку. Только лжепророки могут сделать это. Я открою сейчас книгу Галатам, глава первая, с шестого стиха. И я хочу напомнить вам агонию, через которую проходил Павел, когда он писал Галатам. Шестой стих. Удивляюсь, что вы от призвавшего вам благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы апостолы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Иными словами, ангелы не приносят Евангелие. Видение и ангелы не дают истины. Люди едут слушать, кого попало, но они не помазаны Богом, и они не могут дать вам слово от Бога. Я хочу поделиться с вами одной ужасной историей. Два года назад в марте, два года назад в марте тяжелая новость пришла. Один из великих христианских апогетиков в мире, один из великих столпов веры, знатоков Библии скончался. Его звали Рави Захарайс. Его знали по всей планете за его знания. Они ехали в Харвард, в Йелл, в другие университеты на встрече с философами, учеными, эволюционерами и тому подобное. Он встречался с любой аудиторией. И вот Рави умер. И через пару месяцев вскрылось, что у него были личные массажистки, и по всему миру у него были девушки и женщины, которые ожидали его. И он не только был в общении с ними, но также фотографировался с ними. И все это вскрылось после его смерти. И это одна из вещей, которые непонятны нам. Он находил женщин и говорил им, я одинок, Бог призвал меня на трудное служение, я несу тяжелый груз, всегда в напряжении, я постоянно один в этих отелях, моя жена не может ездить со мной или мои помощники. мне надо, чтобы вы служили мне. И они это делали, христианские женщины. И затем он говорил, если вы расскажете кому-нибудь об этом, вы разрушите миллионы душ, вы разочаруете миллионы душ, Потому что это является вашим служением человеку Божьему. Это привилегия вашей жизни. И я так думаю, как он мог оказаться в такой ситуации? Во-первых, я скажу вам, как, потому что сатана сфокусирован на том, чтобы разрушить Божьих людей, Божьих слуг. Эта тяжесть почти превышает их возможность перенести, и люди не понимают, что у них есть нужды, и никто не может восполнить их нужды. И они оправдывают этим свой грех. Второй вопрос, как могли христианские женщины дойти до такого? Годами я мучился местом писания 2 Тимофея. Я никогда не мог проповедовать на этот стих, никогда не понимал его. Это то, что произошло с этим человеком. И это местописание пришло мне на ум, и я хочу, чтобы вы послушали его. Третья глава. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримиримы, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели наглые, напыщенные, более слаб, слаб, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же и отрекшись таковых, удаляясь. И ксим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Я никогда не понимал этого местописания до тех пор, пока я не услышал эту историю о Раве. Что он тут говорит? Эти люди вкрадываются в дома, если это не делают телевизор, и евангелисты, я не знаю, кто это еще тогда делает, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями. Почему это происходит? Если вы заметили, здесь дальше написано, что они всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Эти легковерные женщины никогда не поняли до конца, что только Иисус может их спасти, и только Он омыл их все грехи. Эти легкомысленные женщины, которые бегают туда и сюда, но никогда не вникают в Писание, они бегают с одной конференции в другую, читают одну книжку за другой, все, ищут, 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 чтобы что-то раскрыло их, ищут кого-то, кто может сделать их ценными, но при этом они убирают Писание из своей жизни, и они никогда не приходят к познанию истины, и все это делает их легковерными, и тогда любой человек Божий, который приходит и говорит им, знаешь, ты можешь служить мне, и Бог будет удовлетворен твоим служением. Почему женщины делают это? Потому что женщины не могут простить себя самих за свое прошлое. Есть что-то в их жизни, что не может уйти, неважно как много консультаций они прошли. И тогда они пытаются найти для себя что-то, чтобы заполнить нишу, чтобы стать принятой Богом, чтобы найти какое-нибудь служение кому-нибудь, вместо того, чтобы им служить Господу, а не этим лжепророкам, которые приходят в их жизни и предлагают им греховную жизнь. И это очень важно. Если вы не сможете дойти до познания истины, послушайте, я не знаю, если вы, я не говорю, если вы не будете ходить в церковь, я не говорю, если вы не будете заняты в каком-нибудь служении, я говорю, вы должны дойти до познания истины через эту книгу, не через учение кого бы то ни было. Вы не можете жить учением какого бы то ни было служителя или группы служителей. Вы должны полюбить Слово Божье. Вы должны полюбить Слово Божье. Вы должны читать его. Вы не можете читать все книги подряд. Я проповедую это в течение 45 лет. Вы не можете читать чьи-либо книги и получить силу Божью в вашей жизни. Вы должны читать Писанию. Павел говорит, что Писание делает вас мудрыми, чтобы попасть в спасение. Когда вы знаете, что тут написано о вашем прошлом, вы можете радоваться и жить в благодати и прощении, которое Иисус дал вам, пролив свою кровь за вас. вам не надо будет доказывать кому бы то ни было, вам не надо будет служить кому бы то ни было. Все, что вы будете делать, это верить, что Господь говорит, что так, как далек восток от запада, чего бы вы не сделали в прошлом, выкину и прощено Богом. я как пастор переживаю за людей, которые ходят видеть знаки, чудеса и знамения и сверхъестественные. Кто-то из вас сейчас в таком положении, кто-то из вас смотрит на меня. Вы слышите, что я сказал? Я переживаю за людей, которым надо знамения, кто ищет чудес, кто хочет видеть сверхъестественные. Послушайте меня сегодня очень внимательно. Не все дети Божьи, живущие на земле и наполненные Духом Святым, должны видеть чудеса и знамения или видеть сверхъестественные или переживать нечто подобное, потому что вы поймете, что Иисус это все, что вам надо. Послушайте еще. Знаете ли вы, что чудеса и знамения знак для неверующих? Бог не дал знамения для церкви, чтобы мы могли иметь мурашки на собраниях. Бог не дал знамения для верующих, чтобы сделать их лучшими верующими. знамения для неверующих. Павел говорит во 2 Коринфянам 12 главе 12 стих, признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамением, чудесами и силами. Видели это? Это было проявлено, чтобы верующие видели, что апостолы настоящие. Что же такое чудеса? Это то, что Бог делает через кого-то, чтобы показать неверующим, что это сверхъестественно, что это может открыть их сердца для Евангелия. Знамения это подтверждение подлинности апостолства. Когда Иисус говорил, я знаю, что многим это не понравится, когда Иисус говорил Марка 16 глава, когда Он прощался с ними, Он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет. 16 стих. А кто не будет веровать, осужден будет. У веровших же будут сопровождать сие знамения. Имени Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что, смертоносное выпить не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И вы скажете, вот, вот, вот это для Меня. Но заметьте, Иисус послал их к неверующим людям. Он не посылал их в церкви, потому что их тогда еще и не было. Он послал их как овец в стаю волков. И Он дал им силу делать все эти вещи. И затем Он сказал, 19 стих, «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел оттесную Бога. И они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Видели это? Видите это? Это не миссия церкви молиться за чудеса и знамения. Что вы будете делать, если вы их увидите? Если вы не верите Слову Божьему, вы даже не знаете Бога. Даже Иисус говорил, даже если бы кто-нибудь вернулся из мертвых и стал проповедовать, и они не поверили, если они не поверили Моисею, они не поверят и тому, кто возгрез из мертвых. Это не чудеса и знамения сверхъестественные убеждают верующих или укрепляют верующих, а Слово живого Бога. Петр назвал это истинным Словом пророчеством. Посмотрите, Иисус стоял перед сотней и сотней еврейских лидеров. Он был истиной, говорил истину, и после этого они ему сказали, покажи нам знамения. Не верующие ищут знамений, верующие живут по Писанию. Я думаю, вы не услышали, что я сказал. И я знаю, многие из вас ставят условия Богу. Господь, если ты хочешь, чтобы я сделал это, сделай это. так не работает. И это было однажды в Ветхом Завете. Христиане Нового Завета не гадают. Если Бог хочет, чтобы я это сделал, пусть Он сделает это. Дай мне подтверждение, Бог, если ты хочешь, чтобы я это сделал. Нет. Господь направляет наши шаги, и Он поддерживает нашу веру через Святое Писание. Вы вообще знаете, что Сатана может тоже показывать чудеса, знамения и сверхъестественные? Я еще пару минут вашего времени возьму, если вы не против. Если вы читали книгу Исход, когда Моисей пришел к трону фараона, бросил свой посох, и тот превратился в змею, колдуны фараона смогли сделать то же самое. Дьявол может имитировать все, что угодно, он может камуфлировать все, за исключением святой жизни. Поэтому, когда вы видите чудеса, знамения сверхъестественные, я знаю, не должен говорить вам, но когда вы вызываете меня на откровенный разговор, нету границы моей откровенности. Я обычно смотрел Бенни Хина. Я не мог смотреть на это спокойно, я видел другого черного Бенни Хина, который был послан Богом, потому что он сидел там и говорил с Иисусом, и Иисус говорил к нему каждый день и говорил, что ему проповедовать. Он обманщик и лжепророк. И мне все равно, если вы смотрите его, и мне все равно, что вы даже были исцелены, смотря его. Исцеление не знак, что Бог это сделал. Дьявол может исцелять. Друзья, дьявол может делать то, что мы называем чудеса, знамения сверхъестественные. Существует только одна вещь, которую дитя Божье должен искать, и это Слово Божье, которое сопровождает мою жизнь и мое хождение в послушании Богу. И еще я хочу прочитать вам кое-что из книги Откровения 13 глава. Готовы? С первого стиха. И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. И этот зверь есть антихрист. И у него было десять рогов. И это лжепророки. И вот что тут говорится, 11 стих. И увидел я другого зверя, выходящего из земли, и он имел два рога подобные агничим. И говорил как дракон. Он обманщик. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. Послушайте дальше. 13 стих. И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем. Он обольщает живущих на земле, говоря о живущем на земле, чтобы они сделали образ зверя. И я могу много-много об этом говорить, но смысл этого, если вы ищете знамения, вы будете обмануты. Если вы ищете чудес и сверхъестественные проявления, вы будете обмануты. Если вы поставите свою веру на Слово Божье, вы будете верить Ему, не глядя ни на что. И не важно, как это выглядит или как это чувствуете. Вы скажете, вера это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Может, я и не могу видеть результат пока, но я верю, что есть Бог, который управляет всей моей жизнью. Кто-нибудь скажите аминь? Пастор, но я думаю, если я увижу чудеса, знамений, сверхъестественные в моей жизни, я думаю, моя вера укрепится. Неправда. Единственная вещь укрепляет веру это Святое Писание, хождение в послушании, общение с Иисусом. Вера никогда не укрепляется сверхъестественными вещами, которые вы видите. Она всегда укрепляется Словом Божьим, Словом живого Бога. Я отпроповедовал, сделал, что мог. Я предупредил вас. Я не спрашивал, есть ли у вас фонарик в машине или в какой-то комнате в вашем доме. Я не спрашивал, бегали ли вы прошлой ночью по улице, не спрашивал, есть ли у вас огнетушитель на кухне. Я спросил вас, на самом ли деле вы верите, что говорит Слово Божье, несмотря ни на что. Если вы верите, вам не надо идти на каждую конференцию пробуждения или покупать каждую книгу, пытаясь открыть что-то новое в себе. Нет, вам даже не надо искать новые проявления чудеса знамений. Вам надо понять, что самое большое чудо в вашей жизни это то, что я поверил в Господа Иисуса Христа и что все мои грехи омыты и я иду на небо и мое имя записано в книгу жизни и он уже приготовил дом для меня, который ожидает меня на небесах. Аллилуйя! Встаньте со мной, пожалуйста. Пастор, неужели необходимо было назвать все эти имена сегодня? Знаете, если бы я мог вспомнить больше, я бы их еще и больше назвал. Люди, которые вы видите по телевизору лжепророки, если они лжепророки, если они просят вас денег и это плохой знак, если они обещают вам что-то, что вы можете получить от них это плохой знак. Мне нравится Дэвид Джеремайя, он проповедует истину, он хороший. Есть еще много других, я сразу не могу назвать их имена, не вспомню. Если я начну перечислять имена тех, которые я думал лжепророки, вы встанете вот в такую позу. Позвольте мне вас спросить. Да, вы можете спрашивать, о чем хотите. Я стар, достаточно, и у меня нет времени спорить с вами на какую-либо тему. Изучайте Писание самостоятельно, и это проблема. Мы читаем больше книг, чем мы читаем Библию. Мы слушаем больше пасторов, чем мы слушаем Духа Святого. Вот это моя молитва как пастора сегодня. Господь, призови всех нас сегодня, чтобы мы были абсолютно, чтобы мы абсолютно полюбили Твое Слово. И даже тогда, когда мы не понимаем, что тут говорится, дай нам знать, что оно что-то что-то делает внутри нас, и в один день, несмотря ни на что мы не понимаем, хотя бы сейчас мы не понимаем, к нам придет откровение. Вот о чем говорил ко мне Господь. Вот, оказывается, как Он меня учил. Читайте это Слово, несмотря ни на что. Читайте, потом придет понимание. Читайте постоянно, оно сделает вас сильнее. Читайте все равно, потому что это жизнь. Жизнь в Боге. И я молюсь во имя Иисуса Христа. славная, чудесная, благодать, которая спасла меня. Есть большая вероятность того, что Господь может прийти на этой неделе. В эту среду у нас не будет обычного молитвенного служения, потому что в этом здании состоится собрание церкви Северной Каролины. Если вы хотите прийти и послушать этих проповедников, я вам советую. И если Бог позволит, я вас увижу в следующее воскресенье. Но все помните, что время коротко. Иисус грядет. И я хочу увидеть Его. Как насчет вас? Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодно пред Тобой. Господь твердыня моя и избавитель мой. Аминь. Люблю вас, церковь. Будьте осторожны и запасайтесь с фонариками. Читайте Библию. Библию. Библию.